Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Сегодня выкатываем с вами из ангара WZ111, на которого одновременно сделаем обзор, потому что данной машины у меня на канале на обзоре еще не было. Почему будем это делать? Будем это делать по одной простой причине, потому что его вывалили сейчас на продажу. На продажу его кинули за, ну я бы сказал, ни много ни мало, все-таки восьмерка, как ни крути, а с другой стороны не такая уж она и клевая и наворачивающая, чтобы прям хватай и беги. Короче говоря, за пять с половиной тысяч золота. Как для тяжелого танка восьмого уровня, премиумного, в целом ценник неплохой, с учетом того, что еще в комплекте идет два контейнера, собери их все. В этих контейнерах собери их все. Прикол заключается в том, что если у вас ранее уже были открытия подобного контейнера, то, соответственно, из вот этого вот контейнера, помимо всех возможных машин, которые отсюда могут вывалиться, вам еще выпадает талисман золота с вероятностью в 95%. Когда вы набираете определенное количество этих талисманов, то, соответственно, вы можете их обменивать на голду. Это происходит автоматически, вам дают тысячу золота за семь таких вот талисманов. Короче говоря, ребят, предложение вроде бы интересное. Есть сертификат на скидку на покупку танка восьмого уровня 10%, но на восьмерке, в принципе, там, ну, ни много ни мало, но что-то сэкономить можно. Есть сертификат на исследование самой техники 25%, и для восьмого уровня, в принципе, это уже плюс-минус значительно. Да, безусловно, лучше, конечно, 50%, ну, или 25% на десятый уровень, согласен, там, как бы, экономия гораздо больше. Но и на том большое спасибо. Есть легендарный камуфляж, но на меня личном впечатлении абсолютно никакого не производит, хотя, честно говоря, лучше выглядит, чем тот, который я поставил у себя. Есть сертификаты на X5 в количестве 25 штук, это прикольно, но, опять-таки, только на саму ВЗ-шку. Есть аватары, я не умею оценивать аватары, потому что я их не понимаю. Ну, есть, да и есть, да, вот, как положили, так пусть и лежит. Есть открытое полностью все оборудование на ВЗ-шку, и есть слот в ангаре, но без него просто машина не встанет у вас в ангар, если места под нее, соответственно, пустого нет. Что собой представляет машинка по техническим характеристикам? Значит, смотрите, у меня установлена оборудка, у меня установлена амуниция, ну, снарягу мы не трогаем, она ни на что не влияет, исключительно в бою. Короче говоря, со всеми вот этими плюхами, как обычно, заценим с вами орудие, все остальное будем заценивать непосредственно в бою. Орудие представляет собой, я бы сказал, не очень комфортную пушку, потому что 5,5 сведения, согласитесь, оно уже смущает, и, поверьте, в бою оно ощущается. Сейчас мы это все увидим. Разброс. Я бы сказал, что в пределах божеского, но все равно немножко завышенный. Хотя и на том большое спасибо, потому что с таким временем сведения, ну, хотя бы разброс не больше, чем 0,4. Уже большое спасибо, как я уже сказал. Урон в минуту при этом составляет, я бы не сильно радовался. 2000 хпшки, дпм, как бы, ну, не знаю, ребят, у меня слов не хватает, чтобы сказать, насколько это мало для этой машины. Если бы хотя бы в районе 2,5 тысяч, тогда было бы еще хоть как-то, с учетом показателя времени сведения и времени перезарядки. Потому что время перезарядки в 12 секунд на 8 уровне не сильно хорошо, не сильно приятно. Броня в машинке есть, я не буду говорить, что она там есть прямо везде, но можно танковать. Окей, но все равно 12 секунд, ребят, очень, очень долго для этого аппарата. Особенно еще раз возвращаемся к времени сведения при этом. Что же касается среднего урона, 400 единиц альфы, это приятно. Клара и неприятно, но, ребят, при углах склонения минус 5 и невозможности нормально отыгрывать от башни, а значит вам приезжает, ну, приходится выезжать, простите, полностью всей своей тушей где-нибудь из-за какого-нибудь холма. Это не очень приятно. И вот эти 400 единиц альфы, они просто теряются на фоне КД. Ладно, все это мы заценим с вами непосредственно в катке, в которую мы с вами и отправляемся. Параллельно с тем, как мы заходим, хочу сказать, что я данную машину приобрел в свое время себе не на основной аккаунт. И я об этом не жалею. Я не катаю ВЗ-шку, мне она не нравится, я не получаю от нее удовольствие. Хотя, ребят, возможно, для тех, у кого, у кого прям вот хорошо лежат руки к вот таким вот, я бы сказал, китайско-советской технике, да, к вот таким вот танкам, тем, кому нравятся ИСы, возможно, и ВЗ-шка вот эта зайдет. Я ИСов не сильно люблю, все-таки европейцы, допустим, мне нравятся больше, немцы мне тоже нравятся больше. Но танчики на любителя. Не буду говорить, что танк прям хлам какой-то, в то же время не могу сказать, что он доставляет какой-то мегафан. Катаешься, да и катаешься. Бывают бои прикольные, бывают не очень, бывает такое, что прям совсем уныло. Но взлетных каких-то боев я, честно говоря, на этой ВЗ-шке, ну, как-то не встречал. Я встречал разные бои, разные прикольные бои на том же самом экшене. Икс, допустим, на акуле обалденно получается порой отыгрывать и прям получаешь, ну, просто масище, масище удовольствия от игры на данной технике. А на данной машине, блин, как-то вот не складывается постоянно и, соответственно, удовлетворение от игры не получаешь настолько, насколько хотел бы получить. Что касается подвижности данной машины. Как для тяжелого танка едет очень даже нормально. Я не могу сказать, что ты как-то комплексуешь из-за того, что крайне медленно передвигаешься. Ты не боишься того, что ты куда-то не успеешь. То есть, в принципе, по подвижности машинка приятная. И ей стоит в этом отдать должное. Но вот так вот, где-нибудь выехав и начинаешь сводиться, вот сейчас мы найдем какого-нибудь противничка, все-таки себе подстать. И попытаемся начать в него сводиться и выцеливать какие-нибудь места в нем. И вы поймете, о чем я говорю. Почему мне данная ВЗшка и не нравится. То есть, вот мы стали, ждем, да, ждем, ждем, ждем и, наконец-то, отбрасываем. Теперь начинаем перезаряжаться. Сейчас прошло только половина времени перезарядки. Хотя у части игроков эта перезарядка уже закончилась. Опять время сведения. Товарищ отъехал. Приходится опять сводиться. Здесь уже кидаю наугад по одной простой причине. Потому что здесь хоть какие-то шансы бросить. Я ускорю перезарядку. Потому что по-другому я вообще ничего тогда сделать не смогу. ИС меня выцелит однозначно. Целят в нижний бронелист, целят в верхний бронелист. Верхний бронелист под определенным углом прошивается абсолютно спокойно, абсолютно свободно. Да, безусловно, здесь не такой прям ярко выраженный, как у ИСа 3-го нос. Клюв вот этот два. Две вот этих вот части, которые разделяют верхний. Ну, из двух частей верхний бронелист, я имею ввиду. То есть здесь он не настолько сильно выражен, как в ИСе 3-м, допустим. Но это его абсолютно не спасает. То есть в целом его бьют, ну, прям на ура. И именно этим мне машинка и не нравится. Потому что когда ты берешь себе в руки тяжелый танк, ты надеешься на то, что на нем ты сможешь хоть как-то танковать. На нем получается так. Каким бы ромбом ты не становился, тебя все равно прошьют. А вот этот нижний бронелист, это вообще уныние какое-то. Он настолько большой по отношению к противнику, да, когда он на него смотрит, что проще выцелить нижний бронелист, чем пытаться выцелить верхнюю часть или, соответственно, башню. Ну, а поскольку у орудия углы склонения составляют всего минус 5, но, соответственно, где-то отыгрывать сугубо от башни у вас получаться не будет. Плюс к тому, ну, как обычно в этой игре есть вот эти вот командирские лючки, которые доставляют только больше хлопот. Ну, и в итоге получается так, что машина, она не настолько живучая в бою, чтобы можно нормально было переносить 12 секунд перезарядки. Если бы ему поставили перезарядку хотя бы секунд 8, я переключусь сейчас на кого-нибудь другого, допустим, на этого ИСА, смотрим. Если бы перезарядка у него была хотя бы секунд 8, ну, окей, хорошо, можно было бы еще как-то терпеть время сведения. Если бы ему оставили такое же время перезарядки, но поставили хотя бы сведение человеческое, божеское какое-то там, я не знаю, ну, пускай не 3, пускай хотя бы 3,5, но еще тоже, да, хоть как-то. Но, как показала наша история с вот здесь вот выцеливанием тяжика, да, ну, согласитесь, крайне уныло было, когда вы стоите, пытаетесь прятаться за какой-то преградой, при этом вы не можете нормально прицелиться по одной простой причине, потому что как только противник начинает отъезжать, и вы хотя бы чуть-чуть начинаете двигаться с места или двигать свое орудие, у вас опять сбивается ваш просто, ну, несоизмеримо большой круг сведения, и, соответственно, время сведения заново начинает делать свое, я бы сказал, крайне неприятное и крайне болезненное дело. Поэтому, ребятки, ВЗ-шка, машинка явно не для всех. Я, честно говоря, не часто это говорю, но эту машину конкретно я бы не рекомендовал приобретать, тем более за 5,5 тысяч голды. Лучше доложить немножко золотишка и приобрести себе что-нибудь более интересное, более годное, более живущее. Не спорю, в свое время, когда ВЗ-111 появился, это действительно был прикольный танчик, но на сегодня он настолько сильно морально устарел по своим ТТХ, что отыгрывать на нем, ну, практически нереально. Вот за вот этот бой 800 единиц урона по количеству, допустим, того же серебра мы получаем 13 тысяч серы. Я не спорю, как бы для такого боя 13 серы, ну, или практически 30 с учетом прем-аккаунта, вроде бы и неплохо, ребят, но это все-таки 8 уровень. И хотелось бы немножко больше, я понимаю, что для победы я не сильно много там успел сделать или вообще сделал. Сейчас обязательно залезем в следующую катку. Но лично в моих руках, а я не скилловый игрок, ВЗ-111 играется так постоянно. Отыгрывать на нем на средних или на дальних расстояниях не позволяет нормально сведение и порой довольно-таки косая пушка. Отыгрывать на ближних расстояниях не позволяет отсутствие нормальных углов склонения и, я бы сказал, просто, как я уже говорил, несоизмеримо огромный нижний бронелист и крайне картонный верхний бронелист, который состоит там из кучи каких-то маленьких кусочков, но это, в принципе, не спасает. Вроде бы приведенка должна быть, но приведенка в каком виде? Это если вам повезет где-нибудь стать так, чтобы закрыть исключительно свой нижний бронелист и при этом под правильным углом ровно прям вот так вот и немножко на возвышении, так, чтобы ваши углы склонения вам позволяли в то же время выцеливать противников стоять, вот тогда, возможно, по вам будут частые рикошеты. А так, в целом, ну, не думаю, что вы будете часто что-то танковать. Что-то рандомное, да. Вот сейчас, пока я сводился, товарищ успел уехать. Еще один товарищ. В него смогу накинуть. Окей. Но только потому, что он медленно скатывался назад. Будь он чуть-чуть шустрее, и все, в принципе, вот это сведение, оно не позволяет в бою делать практически ничего. Я не могу сейчас поехать как-нибудь там продавливать направление. По той причине, что быстрее продавят меня, чем я продавлю направление. Так. Ну, остается только заниматься вот таким вот стояловым. Никуда не вылазить. Непонятно, на что рассчитывать. Пытаться стрелять вслепую. Ну, и вот опять-таки время перезарядки. Будь оно на 3 секундочки быстрее, и уже было бы немножко повеселее. Сейчас просто на фарте, потому что сам соперник, в принципе, подставил свой нижний бронелист, куда благополучно залетело от меня. Я вот сейчас даже боюсь ехать вперед. Ну, вот серьезно. Потому что с моим временем перезарядки быстрее в меня шотнут, чем я в кого-то. Ну, и вот нет опять углов склонения. Это не очень приятно, потому что поднимаясь так под горку, если бы можно было вывесить нормально ствол, соответственно, можно было бы накинуть. Так, сейчас посмотрим с вами, ребят, что машинка, видите, углов склонения насколько сильно не хватает. Против девяток разменялись, разменялись, понятное дело, не в мою пользу. Все-таки товарищи альфовые, как ни крути. Возможно, сейчас вот этого смогу добрать, пока он на гусле. Мне очень сильно повезло, прилетело в башню, парень психанул однозначно, и в этом было счастье. Ну, как видите, то, что я говорил, что даже если ты начинаешь каким-то образом танковать, это все равно абсолютно тебя ни от чего не спасает. Не знаю, может, успею сделать четвертый фраг? Нет, не успею. Как видите, КД мне этого не позволило. Меня добрали. Ну, понятное дело, что когда вас окружили, то, в принципе, практически на любой машине жить вам осталось недолго. Нас, в принципе, ну, так я бы сказал, довольно неплохо помяли. Я сделал три фрага, но это заслуга не моя. То есть, если бы я работал исключительно там, не то чтобы самостоятельно, но кого-то раздамаживал, то моего бы ДПМа и, соответственно, моего бы КД не хватило на то, чтобы делать фраги. Я просто добирал тех, кто оставался и просто к тому моменту, когда мой союзник, допустим, тот же самый, кто там был, Эмильчик, да, второй, если не ошибаюсь? Крана же не было. А, кран на десятке, это все правильно, Эмильчик. Вот получается, у Эмильчика заканчивался барабан и, соответственно, когда у него барабан заканчивался, я к этому времени только заканчивал перезаряжаться и, соответственно, мог добрать недобитка. И это происходило со всеми тремя фрагами, которые я смог сделать. 1795 единиц урона для боя, ну, я бы сказал, что это мало, мало по ощущениям. Соответственно, ВЗшка не вытягивает все, что хотелось бы. Что хочется сказать по фарму. Фарм тоже, я бы сказал, такое себе поражение. 24 тысячи, будем говорить, 25 тысяч с премом, 11 тысяч без премом. Фармить эта машинка много не умеет. То есть, в принципе, на большое количество классных, шикарных, крайне там высокого уровня набитая средуха по урону на данной машине как бы, ну, не предназначена. Мне кажется, абсолютно изначально по определению. Поэтому, ребятки, брать или не брать за 5,5 тысяч золота, я бы сказал, лучше не брать. Лучше подождать чего-нибудь более годного. Может, пускай дороже. Но данная машина, ну, как бы на сегодняшний день не настолько кайфово и классно отыгрывается, чтобы на нее тратить 5,5 тысяч кровной голды. Если вы со мной не согласны, напишите, пожалуйста, свой комментарий под видео, только у меня к вам убедительная просьба. Пишите комментарий аргументированный. Почему так? Не потому, что я хочу, чтобы вы мне доказали что-то. Нет, мне доказывать не надо. Просто те ребята, которые хотят определиться, брать ли им эту машину сейчас, которая стоит на продаже, они, соответственно, хотят узнать альтернативное мнение обоснованное, а не просто там нет, я с тобой не согласен, эта машина классная. Напишите свою результативность по данной машине, ну и, возможно, данная информация будет полезна для ребят, которые принимают решение тратить свою кровную голду на WZ-111 или не тратить. А это был абсолютно честный, никем не проплаченный обзор на WZ-111 на канале абсолютно честного ютубера. Ну а если вы за честные ютуб-обзоры, пожалуйста, вот там вот внизу желтая ссылочка, шильдик, нажимаете на него в один клик, становитесь подписчиком моего канала и я всех милости прошу к себе на новые видео. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова